Это Италия, родина фашизма, который имел четкую идеологию национального превосходства, и Муссолини, как главный идеолог, не мог смириться с существованием независимого африканского государства в Эфиопии. Дуччо Бенита Муссолини с начала своего правления провозгласил курс на создание Великой Итальянской Империи, и давайте же посмотрим, как этот безумный безумец начал свой путь по восстановлению Римской Империи. Полетели. В его планы входило установление контроля над Средиземноморьем и Севером Африки. Муссолини обещал народу уравнять Италию с основными колониальными империями – Великобританией и Францией. И как раз Эфиопия была самым удобным объектом для осуществления планов итальянского диктатора. Почему же? Давайте узнаем. Почему Италия напала на Эфиопию? В апреле 1934 года итальянский генеральный штаб начал разрабатывать план военной операции против Эфиопии. В декабре он был отправлен на рассмотрение маршалу де Боно. 7 января 1935 года было подписано франко-итальянское соглашение, в соответствии с которым в обмен на поддержку позиций Франции в Европе, Италия получила несколько островов в Красном море. Представьте, настолько бурные события проходили еще до Второй мировой. Кстати о ней. Если вы хотите подробно и в доступной форме изучить ее историю, то я приглашаю вас на канал Огон. Здесь вы точно не заскучаете. Видео о Мюнхенском сговоре, странной войне и других знаковых событиях 30-40-х годов для вас подготовила команда настоящих профессионалов. Контент яркий, красивый и главное – полезный. Видео на Огоне выходят регулярно. Они отлично зайдут под чаек и создадут ламповую атмосферу для тех, кто любит отдыхать с пользой. Ведущий – опытный историк, лауреат образовательных конкурсов. Он знает, как просто и интересно рассказать о сложном прошлом. Так что быстрее заходи на канал Огон по ссылке в описании и поддержите очень классный проект. 3 октября 1935 года в 5 часов утра, без объявления войны, итальянская армия вторглась в Эфиопию из Эритреи и Сомали. Одновременно авиация Италии начала бомбардировку города Адуа. Сухопутные войска под руководством маршала Эмилио де Боно на территории Эритреи перешли по граничную реку Мареб и развернули наступление в соответственном направлении. Большая часть эфиопских командиров была пассивна. Некоторые феодалы вообще отказывались подчиняться приказам из императорской ставки. Многие из самонадеянности не желали придерживаться тактики партизанской войны. На боевых позициях эфиопов отрицательно сказалась разобщенность их армий на Северном и Южном фронтах, а судьба войны решалась на Северном фронте. Вставки императора решили дать бой при Майчоу, севернее озера Ашенге. Эфиопским войскам, насчитывавшим 31 тысячу человек, противостояла 125-тысячная итальянская армия. Битва, определившая судьбу Эфиопии, началась 31 марта 1936 года. В самом начале эфиопам сопутствовал успех, они заметно потеснили неприятеля. Но на другой день, в результате массивных ударов вражеской артиллерии и авиации, эфиопские войска отошли на исходные позиции. 2 апреля итальянцы перешли в контрнаступление. Атаками с воздуха и мощным артиллерийским огнём была почти полностью уничтожена Императорская гвардия. 5 мая итальянские моторизированные части вступили в Адис-Абебу. 8 мая 1936 года итальянские войска заняли Харар. Однако к этому времени большая часть страны ещё не контролировалась итальянцами. В дальнейшем активные действия партизан в сочетании с особенностями рельефа сделали невозможным полный контроль итальянской оккупационной армии над Эфиопией. Эфиопия была самым удобным объектом для осуществления планов итальянского диктатора. На то было несколько причин. 1. К тому времени Эфиопия оставалась практически единственным государством в Африке, которое было полностью независимым. 2. Захват Эфиопии позволил бы объединить итальянские колонии Эритрею и итальянская Сомали. 3. Победа над Эфиопией позволила бы смыть тяготеющий над Италией позор поражение при Адуа в Первой Итало-Эфиопской войне. Итоги войны. По официальным данным Италии, в ходе войны в Абиссинии 1935-1936 годов погибли 2313 военнослужащих итальянцев. 1. Июня 1936 года Эфиопия, Эритрея и итальянская Сомали были объединены в составе колонии Итальянская Восточная Африка. Война предоставила немецким спецслужбам значительный объем информации о деятельности английского военно-морского флота. 2. Последствия На оккупированной территории Эфиопии развернулась партизанская война. 28 июля 1936 года эфиопские партизанские отряды окружили и предприняли попытку штурма столицы. Ну а на этом все. Пишите комментарии из 5 слов, совершенно любых. Главное, без спама. Ну и ставьте лайки. Также, если вам понравилось видео и у вас есть лишняя денежка и желание, то вы можете меня поддержать по реквизитам, показанным на экране. Заранее всех благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok